Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! По итогам прошлого года воловой выпуск продукции сельского хозяйства составил свыше 35 миллиардов тенге. На посев сельскохозяйственных культур в прошлом году в регионе было отведено свыше 60 тысяч гектаров. Как отметил глава региона, благодаря поддержке Акима области и регулярному обсуждению вопроса возрождения свекловодческой отрасли в регионе, сахарный завод вдохнул новую жизнь. В прошлом году было высажено сахарной свёклой на площади 2850 гектаров земли и собрано 97 тонн урожая. В результате, с учётом завезённой с двух соседних регионов сырья, завод дал свыше 6 тысяч тонн сахара. В этом году нашей основной задачей является довести площадь посевных земель под сахарную свёклу до 3200 гектаров и собрать 126 тысяч тонн продукции. Увеличение объёма сладкого корнеплода, готовой продукции и в целом функционирование сахарного завода остаётся основной стратегией нашего региона. В ходе выступления перед населением Аким района отметил, что по итогам прошлого года наблюдается тенденция роста показателей во всем отраслям. Так, общий объём воловой продукции составил почти 71 миллиардов тенге. Сумма инвестиций, привлечённых в регион, превысил отметку 13 миллиардов тенге. По завершению доклада Исима Базарханова к нему с волнующими вопросами обратились и жители региона. Основную массу интересовали проблемы социального характера. От имени всех медработников района обращаемся к вам с просьбой поспособствовать выделению денежных средств на ремонт центральной районной больницы. Как заверил руководитель областного управления здравоохранения, проектно-смертная документация по ней в настоящее время находится на экспертизе. На капитальный ремонт центральной районной больницы сейсмоусилением с бюджета планируется выделить около 900 миллионов тенге. В свою очередь, принявший участие на мероприятии Акималматинской области Аманда Гбаталов поручил руководству района взять данный вопрос на особый контроль. Я эту больницу хорошо знаю. Не раз бывал там, ещё когда работал Аксакал Жумагельдин. Его можно начать делать по блокам. Поэтому продумайте и как будет готова проектно-смертная документация, подайте заявку. Мы поможем. По завершению отчётной встречи Акимобласти провёл личный приём граждан. Обратилось всего к главе края 19 человек. По ряду поднимавшихся вопросов тут же были приняты конкретные решения. Другие замечания и предложения, требующие определённого срока исполнения, взяты на контроль с целью дальнейшей реализации. В ходе рабочей поездки Аманда Гбаталов посетил школу имени Исмурата Сихтымова. Это общеобразовательное учебное заведение с пришкольным интернатом, которое несколько лет назад находилось в плачевном состоянии. И лишь благодаря поддержке Акимобласти в 2015 году на его капитальный ремонт с областного бюджета было выделено почти 800 миллионов тенге. В настоящее время она является одной из передовых школ в регионе. Если в прошлом году в ней открыли единственную своего рода теплицу, то в этом году здесь отстроили целую баню для детей, живущих в интернате. Особенность нашей школы в том, что в ней учатся более 80 детей из 17 населённых пунктов Аксусского района. Потому что у нас есть свой пришкольный интернат, и школа в целом рассчитана на 300 мест. 135 детей у нас учатся из многодетных семей. Отрадно то, что в нашей школе 8 учителей, приехавших по программе с дипломом в село, и 2 сотрудницы, многодетные матери, получили крышу над головой. В итоге, по завершению отчётной встречи Аманда Гбаталов дал положительную оценку о работе главы Аксусского района. Тем не менее, он дал ряд поручений руководству региона по вопросам жилья, социальной помощи, в сферах здравоохранения, образования, культуры и спорта. Айнур Мирханова, Жасулан Шенкен, житель канал Житсу из Аксусского района. В этом году в Кербулакском районе состоится запуск цементного завода. Его производственная мощность составит 1,2 млн тонн цемента в год. Предприятие обеспечит рабочими местами 500 человек. Помимо этого, в Куренбельской долине начнется строительство гидроэлектростанции мощностью более 8,5 мегаватт. Расположится объект на реке Куктал. Об этом на отчётной встрече с населением. Сообщил Аким района. В ходе доклада Махабад Бекильдиев рассказал о прошлогодних итогах работы и поделился планами на будущее. Сельское хозяйство является одним из приоритетных направлений в Кирбулакском районе. В прошлом году местные аграрии произвели продукции почти на 43 млрд тенге. Из них 25 млрд принесла животноводческая отрасль. Набирает обороты сфера строительства. В 2019-м ввели в эксплуатацию свыше 7,5 тысяч квадратных метров жилья. Работы продолжаются и в нынешнем году. В 2020 году в районном центре планируется строительство 50 индивидуальных жилых домов и одного 40-квартирного многоэтажного дома. Сметная стоимость проекта составила 1 млрд 358 млн тенге. На проектирование инженерно-коммуникационной инфраструктуры этих объектов из бюджета в 2019 году выделено свыше 51 млн тенге. Проект направлен на государственную экспертизу. На строительство монтажной работы проектов запрашиваются средства из областного бюджета. Несмотря на ряд высоких показателей, в районе имеется и много проблемных моментов. Один из них – обеспечение населения качественной питьевой водой. По словам местных властей, в настоящее время этот показатель составляет 76%. В целях улучшения ситуации Акимат района наметил ряд работ. Во всех 15 сельских округах района этот вопрос актуален. Даже в районном центре эта тема водоснабжения – проблема номер один. Чтобы решить вопрос Старой Азеки, разработан проект. На данный момент он на экспертизе. После положительного решения будем просить средства. По селам Онжас и Таудбулак ПСД готовы. Деньги на проведение работ выделены. Думаю, в этом году вопрос решится. На сегодняшний день из 63 населенных пунктов в Симе нет централизованного водоснабжения. Подали заявку на выделение средств для разработки ПСД. В ходе формата «Открытый микрофон» жители Куренбельской долины пожаловались Акиму района на отсутствие интернета и качественной мобильной связи. Махабад Бегильдиев попросил граждан проявить терпение и заявил, что работы по улучшению сферы коммуникации ведутся. Вопрос времени. Также одной из остро стоящих тем является дефицит кадров в школах. На сегодняшний день району необходимо свыше 100 учителей. Высказывают граждане недовольство и касательно сферы здравоохранения. Я бы хотел поднять вопрос касательно сельских врачебных амбулаторий. Их состояние очень плачевное. Здания старые, плохие условия. В помещениях очень холодно. Можете ли вы как-нибудь решить этот вопрос? До отчёта вместе с заместителем руководителя областного управления здравоохранения объехал медицинские учреждения района. Да, действительно, есть проблемы. Народ об этом не говорил. По 15 сельским округам я сделал заметки. Записал обращения граждан. Мы рассмотрели и выявили, что наиболее печальное положение в амбулаторных пунктах Шубарского и Куксусского сельских округов. Сейчас мы разрабатываем проект по четырём врачебным амбулаториям. Как всё завершится, будем просить средства на строительство. В завершении отчётной встречи Акимрайона совместно с секретарём областного маслехата провёл приём граждан в рамках концепции слышащего государства. На аудиенцию записались всего два человека. Пришедшие подняли вопросы касательно развития сферы ЖКХ и культуры. Вопросы и предложения граждан принимающие обещали тщательно рассмотреть и найти пути решения. Ануар Амангельдинов, Жайкур Мамбаев, телеканал ЖИТСУ. Продолжаем выпуск. Почти 5 миллиардов тенге отвели под строительство социальных объектов в Раймбекском районе в 2019 году. В их числе сервис на Акимат, Центр обслуживания населения, здание прокуратуры, а также физкультурно-оздоровительный комплекс. Кроме того, стартовал долгожданный ремонт трассы на Ранколке Ген. О проделанной работе за прошлый год и планами на текущий поделился Аким района Нуржан Кудайбергенов на отчетной встрече с населением. Мероприятие проходило под председательством секретаря областного масляхата Султана Дюсембинова. Сельское хозяйство – главный двигатель экономики Раймбекского района. Объем сельхозпродукции в прошлом году составил 30 миллиардов тенге. Это на 5 миллиардов больше, чем годом ранее. Стоит отметить, особое внимание крестьяне уделяют животноводству. Так, в регионе имеется 52 тысячи голов крупнорогатого скота и 35 тысяч лошадей. Кроме того, и 240 тысяч голов МРС, 145 породы Архар-Миринос. В районе имеется порядка двух тысяч крестьянских хозяйств, занимающихся животноводством. 84 из них занимаются скрещиванием. В селе Саржас открылась откормочная площадка на 200 голов. Добавим, в 2019 году нашими фермерами было отправлено 100 тонн мяса на экспорт. В этом году в зависимости от спроса намерены увеличить. Пути развития туризма наметили власти Раймбекского района. Регион располагает удивительной и завораживающей флорой и фауной. На сегодня здесь действуют пять привлекательных туробъектов. Это Шогансай, Ахкёль, Харасай и другие. В этом году их ряды пополнят ещё три базы отдыха, отчитался Аким. В 2019 году наши туристические объекты посетило около двух с половиной тысяч человек. Примечательно, что 105 из них – иностранцы. В этом году мы намерены увеличить число посетителей в два раза. Мы понимаем, что цифры, мягко говоря, не внушают, но это только начало. Нужно развивать и двигать это направление. У нас много необычайно красивых и исторических мест. Несмотря на положительную динамику роста, в районе имеется и ряд злободневных проблем. Так, творческая школа в селе Харасас изношена и находится в аварийном состоянии. За почти 60-летнюю историю капитальный ремонт проводился лишь единожды. И действительно, состояние школы оставляет желать лучшего. Потолки заплесневели, стены покрылись трещинами, пол скрипучий, в кабинетах прохладно. И как дети обучаются в таких условиях – непонятно. В нашу школу ходит порядка 200 детей. У нас три кружка – художественное и музыкальное рукоделие. К сожалению, как вы видели, дети вынуждены получать образование в старом и изношенном здании. Мы ежегодно за свой счет проводим текущий ремонт, однако этого мало. Я думаю, даже капитальный ремонт не спасет школу. Стены из Самана уже сыпятся, полы надо полностью менять. Мы на отчете Акима обратились к секретарю областного маслехата со своей проблемой. Он сказал, что постарается помочь решить проблему и поручил подготовить дефектный акт. Еще одна наболевшая проблема сельчан – отсутствие филиала Халыкбанка. Около 4000 работников бюджетной сферы получают зарплату через этот банк. К сожалению, чтобы получить свои честно заработанные, они вынуждены ехать в Кигенский район. А это дополнительные затраты. И так каждый месяц. Жители нашего района уже давно мечтают об открытии филиала Народного банка. Постоянно ездить в другой район, чтобы получить зарплату затратно. К тому же отнимают много времени. Бывало и такое, что в банкомате закончились деньги, и люди возвращались ни с чем, или же ждали по несколько дней. Сейчас мы ведем переговоры с сотрудниками банка. Пока все проходит успешно. Мы отведем под них бывшее здание Цона, потому что для работников Цона мы построили новое. Наряду с успехами в одной сфере имеются упущения в других. Однако власти района о своих проблемах осведомлены. Они заверили, что все недостатки будут планомерно решаться. Дамир Анитов, Аблайхутукпай, телеканал ЖИТСУ. В продолжении выпуска другие интересные события. Оставайтесь с нами. Подходи, налетай. В Талдыкургане открылась ярмарка меховых изделий. Богатый ассортимент и выгодные скидки несказанно порадовали жителей областного центра. Во благо. В селе Лепсы с Арканского района начали функционировать два реабилитационных кабинета для детей с особыми потребностями. Инициаторами открытия выступили местные меценаты. К бою. Более 200 юношей и девушек приняли участие в открытом чемпионате по боксу. Всего в турнире представлено 15 весовых категорий. В Сарканском районе в селе Лепсы на базе средней школы имени Ушинского начали функционировать сразу два реабилитационных кабинета для детей-инвалидов. Инициаторами их открытия выступили меценаты аула, пожелавшие остаться неизвестными. На данный момент в селе проживает 12 детей с особыми потребностями. Какие услуги они смогут получать, расскажет Ануар Магельдинов. Открытие кабинетов реабилитации – большой шаг для реализации безбарьерной среды на селе. Ведь не секрет, что во многих аулах нет специализированных учреждений, чтобы проходить лечебные курсы. Теперь за услугами дефектолога, психолога и логопеда родителям особых детей не придется ездить в районные или областные центры. Как рассказывают специалисты, в своей работе они стараются применять новейшие методики. Для того, чтобы улучшить, усовершенствовать работу с детьми с особыми потребностями, у нас в районном, в областном, даже в республиканском масштабе организуют специальные курсы. Для того, чтобы мы более умело умели работать с такими детьми. Например, курсы у нас проходили в городе Талдыкурган принципы инклюзивного образования. В городе Астане курсы семейного воспитания. Все, что мы узнали на этих курсах, мы применяем в своей работе и с такими детьми. Подход к каждому пациенту индивидуальный. Перед тем, как работать с ребенком, специалисты расписывают целую реабилитационную программу. Помимо детей, помощь здесь могут получить и их родители. Для них создан специальный уголок психологической поддержки. В настоящее время нет никаких преград, чтобы дети-инвалиды учились наравне с физически здоровыми. На данный момент дети с особыми потребностями учатся на дому. Однако в скором времени мы хотим внедрить инклюзивное обучение, чтобы мальчики и девочки-инвалиды могли адаптироваться в социуме и чувствовали себя комфортно. Конечно, это нелегко сделать, но сейчас мы над этим работаем. Всего в селе Липсы проживает 12 детей с особыми потребностями. На данный момент им оказывают социальную реабилитацию. Однако ребятишкам необходимы и физкультурно-оздоровительные мероприятия. Поэтому сейчас администрация школы работает над открытием массажного кабинета. В этом деле они надеются на помощь неравнодушных граждан. Ануар Амагельдинов, Айдос Калиев, телеканал ЖТСУ. Во все времена рождение близнецов считалось чудом жизни. В этом отношении стороной с высокой рождаемостью двойняшек и тройняшек в мире является Нигерия. К слову, Казахстан занимает 48 место по числу необычных новорожденных. Какие льготы предоставляются семьям, воспитывающим близняшек, узнаем из репортажа нашей съемочной группы. Из добрых побуждений оградить потомство от людского сглаза и зависти казахи издревле избегали называть количество детей, говоря коротко, сколько Бог послал. В связи с этим нет четких данных актуального социологического исследования по количеству рожденных близнецов до постсоветского периода. На сегодняшний день местом рождения самого большого числа двойняшек и тройняшек является село Тагильское в Кустанайской области. На 1350 жителей здесь насчитывается 29 пар близнецов. К слову, в Талдыкургане в 2018 году родилось 114 пар двойни. Из числа детей, которые родивших у нас, 91 случай составляет двойня. С начала этого года у нас за январь месяц всего родилось детей 540. Из числа их 5 – это двойни. К сожалению, в нашей стране какого-либо статистического учета по численности новорожденных близнецов нет. Так же, как и привилегий для них. Матери близнецов получают пособия наравне с остальными. Так же состоят в общей очереди для поступления детей в дошкольные учреждения. По льготам, предусмотренным по обеспечению местами в детских садах для двойняшек, льготы как таковые не предусмотрены, если это не дети из многодетных семей. Если это двойняшки-тройняшки из многодетных семей, то они в первоочередное обеспечение местами в детских садах идут. И плюс с прошлого года мы субсидируем родительскую оплату из местного бюджета, если семья является получателями адреса социальной полночи. Ожидание очереди в детский сад для родителей, воспитывающих близнецов, не так просто, потому как уход за двойни требует вдвое больше времени и сил. К тому же из-за ожидания очередности многие родители не имеют возможности выйти на работу, сетует Баян Байкулова. Причем в очередь они встали сразу же после рождения близняшек Алины и Аруны. К двухлетию дочерей нашлось и место в детском саду. Так как скидок на близнецов не предусмотрено, в течение года многодетная мама платила за двоих детей порядка 26 тысяч тенге в месяц. Ситуация изменилась лишь с июля 2019 года. С получением семьей АСП дети посещают дошкольные учреждения бесплатно. Мои близнецы посещают детский сад бесплатно, потому что они из многодетной семьи. Ну а так никакой помощи для близнецов особо нет. Некоторые родители не могут заплатить 26 тысяч тенге за своих детей. На сегодняшний день в средних школах Талдыкургана обучается порядка 400 близнецов. Детский сад посещает около 450 двойняшек. Говоря о динамике роста населения, Талдыкурган в будущем может стать городом близнецов. И пусть это не столь важно стратегически, но тем не менее достойный вклад в копилку достижений областного центра. А это значит, мы растем. Медики держат слово. По всей Франции складывают в себя административные полномочия врачи, работающие в государственных больницах. Речь прежде всего идет о заведующих отделениями. Таким образом, бастующие хотят оказать давление на властей. Врачи требуют лучшего финансирования для госпиталей, повышения зарплат, в том числе среднему медперсоналу, увеличения штата медработников. С 27 января по сегодняшний день порядка 400 врачей отказались исполнять обязанности, не имеющие непосредственного отношения к лечебной практике. По словам министра здравоохранения Франции, правительство ежегодно увеличивает финансирование госпольниц. Однако медики, в свою очередь, утверждают, что финансирования госпольниц недостаточно. В США на 104 году жизни умер актер Кирк Дуглас. О случившемся журналу People рассказал его сын Майкл. Кирк Дуглас снялся в таких фильмах, как «Спартак», «Семь дней в мае», «Горит ли Париж», «Крутые ребята», «Ярость», «Жажда жизни». В 1996 году актер стал обладателем почетного Оскара за достижения в кинематографе. Также он является обладателем премии «Золотой глобус» за роль Винсента Ван Гога в биографической ленте «Жажда жизни». К другим темам. В Талукургане открылась ярмарка меховых изделий. Она развернулась во Дворце культуры имени Ильяса Жансугурова. Для ценителей натурального меха это отличный шанс приобрести шубы по самой большой и выгодной скидке. Российские шубы давно завоевали популярность на казахстанском рынке. Представители фабрики меховых изделий «Эталон меха» с такими ярмарками приезжают в Талукурган регулярно. И на этот раз у них есть то, чем могут порадовать любители меха. Мы привезли шубы из норки, из мутона, также присутствуют молодежные парки. Все изделия пошиты на фабрике города Пятигорск, имеют отличную выделку, хорошее качество. На выставке представлено около 400 моделей. То есть есть модели с капюшоном, с английским воротником, со стойками. Также присутствует вся палитра цветов, размеры от 40 до 64. То есть мы сможем найти шубу на любую дому. Проницательные женщины зимние обновки покупают заранее. К такой категории относится талукурганка Жанна Рахипова. К тому же она знает толк в меховых делах. Поэтому пришла на ярмарку, чтобы оценить качество шуб этой коллекции. Как говорится, человека красит одежда, а женщины неравнодушны к меховым изделиям. В числе таких и я. В Талукургане ярмарка шуб в год два-три раза проходит. Товары у них хорошие, поэтому и посетителей здесь бывает много. Покупают. Если понравится качество и цена, почему бы не взять? А Гуджан Шарпхан Казе привёл сюда её супруг. Он решил сделать подарок жене при дверии женского праздника и купить понравившуюся ей шубу. После многих примерок Гуджан сделала свой выбор. Очень много меховых изделий на ярмарке. И раньше я здесь покупала себе шубу. Теперь появились новые фасоны. И цвет интересный. Такая хорошая возможность. Не надо выезжать никуда. Тем более скидка хорошая. Буду брать. Производитель меховых изделий продумал всё. У каждой шубы есть свой QR-код. В нём содержится информация об изделии, где пошито, откуда сырьё. Это своего рода паспорт шубы. Доказательство, что она натуральная. Наряду с этим производители создают и хорошие условия для покупок. Мы делаем скидки до 50%, потому что конец сезона. Также есть возможность взять шубу в кредит, либо в рассрочку. Мы будем здесь с 6 по 9 февраля. Бульнас Мустафа, Айдос Калиев, телеканал ЖТСУ. Все на ринг. В имбекши-казахском районе стартовал открытый чемпионат по боксу. За право выступить на областных состязаниях соревновались более 200 ребят 14-15 лет. Всего 15 весовых категорий. Ребята показали бескомпромиссные поединки. Ведь шансов попасть на областное первенство не так много. И потому нужно выкладываться на все 100%. К слову, районы соревнования одни из тех, на которых боксеры получают закалку, воспитывают характер, а также учатся на своих ошибках. Организаторы отмечают, что в последнее время желающих заниматься с каждым разом становится больше. И на данный момент активно принимают участие и девушки. В настоящее время наши боксеры являются лучшими во всей республике. Алматинская область всегда выходит победителем в региональных стартах. Показывают себя не только мальчики. Женский спорт набирает обороты с каждым годом. Такими событиями был насыщен уходящий день. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова